Всем привет, это Бостон! Иногда при просмотре игр за Алукарда, особенно на нашем канале, складывается впечатление, что этот герой по типу Супермена, который без проблем разносит всех на своем пути. Но если посмотреть на игры Алукарда в принципе, то уже все становится не так однозначно. Сейчас мы увидим игру совершенно другого формата, в которой вражеская тема играет, если не лучше, то на таком же уровне. Разберем, как играют в этой ситуации, в частности на Алукарде. По сути, Алукарду все равно, с какого бафа начинать криппинг. Но если речной монстр находится рядом с синим бафом, то логично начать криппинг именно с синего. А если рядом с красным, то с красного. Причем уже стало классикой, что на сам синий баф возмездий не тратит. Его приберегают как раз для речного монстра, чтобы получить преимущество в экспе над вражеским лесником. Но в нашей игре, несмотря на то, что Ланселот начал с синего бафа, он его забрал быстрее, чем Алукард свой синий, потому что ему помогала эдит. В итоге речной крип достался Ланселоту. Но тут ничего не поделать, нужно крипиться дальше. Алукард нападает на мишку и одновременно агрит красный баф, встает на перекрестье бафов, чтобы бить одновременно и мишку, и красного. Таким образом мы наносим больше урона за счет одновременно атаки двух крипов. Кстати, играет один из топовых Алукардов по миру, и давай сразу посмотрим на его сборочку и эмблемы, чтобы больше к этому не возвращаться и сконцентрироваться на самой игре. Ботинки он берет на защиту, либо магическую, либо физическую, чаще все же магическую. Далее два предмета на урон. Это топор войны и клинок отчаяния. Далее бесконечная битва, которая прекрасно сочетается с клинком отчаяния. Кираса грубой силы, чтобы отлетать не так быстро в замесах. И защитный предмет типа бессмертия, либо крыльев королевы. А вообще их можно менять между собой, например, сначала купить бессмертие, а потом, когда он будет на кулдауне, заменить на крылья королевы. Неплохо прошел ганг на нижней линии, в основном за счет Франка, и теперь уже Алукард направился на центральную линию. Ходит он вместе с Франка, который помогает ему ганкать врагов. Пытается он сейчас вместе с Франка защитить Фашу, но не получилось. Ланселот играет очень точно, но тем не менее, получается у Франка забрать Ланселота, к сожалению, Алукард также умирает от Эритейль. У противников расстановка достаточно интересная. На миду стоит стрелок. На топе тоже стоит стрелок Кимми. Но на миду стоит Эритейль, что абсолютно нестандартно для этого героя. Казалось бы, против Фаши в начале игры стоять очень неприятно, но Эритейль справляется. Чуть не зажали Эдит, но она успела отступить, подбегает Ланселот, делает несколько прыжков. Опасно здесь одному против Франка и двух еще противников, но тут уже подошла его тема. И вот попал все-таки Ланселот под ульту Франка, туда тут же подскочили Фаши Алукарты, быстренько поддержали Франка и убили Ланселота. А заодно еще забрали Эдит, которая пыталась защитить Ланса. Теперь, пока Ланселот воскрешается, можно забрать Черепаху, пытается помешать Уранус, но у Лакарды есть возмездие, которым он и забирает Черепаху, а затем еще убивает и Урануса. На хук попадает Эритейль и минус Эритейль. Вот так в мгновение Синяя Тима получает огромное преимущество. И кстати, мы еще не посмотрели на Эмблемы Алукарда, все по классике Эмблемы Ассасина с третьим перком. Можно, конечно, брать и со вторым, но с третьим все-таки надежней. На верхней линии небольшие проблемы, там Кимми убила Беатрис, опять же туда подходит Франка и убивает Кимми. Может показаться, что этот Алукард играет с Франка в Тиме. Или что вообще этот Алукард играет в Тиме, но нет, это соло игрок. И играет он в основном в соло на мифической славе. Топор войны собран, сейчас урон должен быть немного увеличен, и Алукард продолжает крепить лес. При этом он заметил, что Франка встал в кусты, и готов к нему подойти в любой момент, чтобы гангнуть Эритель. Кстати, обратим внимание, что Алукард на ганг подходит через двойные кусты. Таким образом, герою на центре будет сложнее его заметить. Но тут все по старой схеме, Франка ловит вульту, и его поддерживает Алукард и Фаша. В это время на верхней линии у Беатрис уже совсем все плохо, и ее убивают практически по кулдауну. А вот тут была, конечно, достаточно серьезная ошибка. Очень опасно тавердавить врагов, особенно, когда около вражеской башни есть герои с контролем. Например, Руби, Франка или Эдит, да в принципе много есть героев с контролем, и вот когда они находятся рядом с башней, лучше отступить и не пытаться добить врагов. В итоге Алукард после воскрешения нужно срочно бежать к черепахе, потому что она появится через 10 секунд. Алукард хочет закрепить свою зеленую точку, но тут его уже ждет вражеская Эдит, которая перебрасывает через себя, подключаются к этому Ланселот и Эритель. В итоге снова минус Алукард, а черепаха достается, естественно, Ланселоту. А вот уже и Ланселот попал под башню с Хука. И опять же хочу обратить твое внимание, Алукард, по идее, бил красный баф и должен был его забирать, но он увидел, что около союзной башни идет файт, и поэтому оставил красный баф и подошел к тимфайту, чтобы помочь его выиграть. Да, возможно, он не очень сильно повлиял на этот файт, но он заработал ассист, получив дополнительную голду, да и врагам пришлось отступить, чтобы не проиграть файт полностью. Кстати, примерно та же ситуация и с синим бафом. Алукард всегда выбирает помощь союзной тиме, вместо того, чтобы продолжать забирать баф. На этот раз получилось очень даже неплохо. У Алукарда, правда, осталось достаточно мало ХП, но от синего бафа можно очень хорошо отхилиться. Тем более, что после того, как мы получаем синий баф, крипы начинают восстанавливать намного больше здоровья. И вот дело подошло к последней черепахе в этой игре. Ланселот ее отводит ближе к своей стороне, чтобы ее было сложнее застелить. Алукар ждет в кустах, смотрит за здоровьем черепахи, прыгает, но не успевает прожать возмездие. Начинается тимфайт, но по сути бороться уже не за что, поэтому синяя тема отступает. Но хоть Беатрис на нижней линии разменяла башню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ланселот, конечно, играет очень четко. Казалось бы, вот его убей, но нет, он ушел на рывке, а там его уже подстраховывал тима. Все это время Алукард фармит. Собирает предметы четко по сборочке. Увидел, что Кимис брала жука. Подпрыгивать на первом скире использует ультимейт, но до Кимис не добраться, приходится отступить. А ульту этаковал лорда просто для того, чтобы отхилиться. На центре начался тимфайт, минус Уранус, минус Беатрис. И, на мой взгляд, Ланселот отыгрывает просто идеально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во-первых, он классно настакал свою пассивку, сделав несколько рухков по вражеским миньонам. Затем в первую очередь устранил фашу, и ультой атаковал Алукарда. Причем урон от ульты был очень высоким, опять же, за счет настаканной пассивки. И при этом мы не смогли Ланселоту нанести практически никакого урона. А Франко в это время был рядом с Эдит и Эритель. Естественно, после такого неудачного файта Ланселот вначале забрал центральную башню, а потом еще и лорда. Ситуация достаточно неприятная. Счет 15-21, идет лорд по центру, и в этом случае нужно защищаться на базе и ждать ошибок противников. ЛАРТЬ АТАК Сейчас по всем линиям идут усиленные миньоны, поэтому защититься нужно не только от лорда, а также отбить все остальные линии. ЛАРТЬ АТАК СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот наконец Франка через флеш ультанул Воритель, но проблема все еще остается и она заключается в достаточно сильном ланселоте. Продолжение следует... Момент на мой взгляд просто офигенный. Ланселот хотел забрать вражеский синий баф, Франка в него кидает хук, но подставляется Эдит. И несмотря на ее танковую сборку, ее забирают достаточно быстро. Затем ланселот уже без пассивки ультует Валукарда, а Лукарт в этот же момент отпрыгивает от него и прыгает с пассивки еще раз попадая по Уранусу, таким образом ланселот промахивается аж двумя скиллами. В этот раз хук Франка попадает точно в цель минус ланселот, а Лукарт мгновенно получает плюс 500 голды за шатдаун ланселота и за разницу в золоте. Да, Франка в этой игре просто божит. Продолжение следует... В итоге следующего лорда уже забрала синяя тима. А Лукарт добивает Эдит, в него ультует ланселот, но наносит уже намного меньше урона, чем раньше, и промахивается треуголкой. Дело в том, что у Лукарда уже есть настаканная кераса грубой силы, и Ланселот его пробивать уже не так просто. Ну а тут ланса просто зажали всей тимой. За счет убитого лорда получилось пропушить практически все вражеские башни и заработать очень много голды. Теперь преимущество на стороне синих. Самая распространенная комбинация, которой пользуется этот Лукарт — прыжок с первого скилла, затем ультимейт. После этого автоатака, чтобы сработала пассивка, второй скилл, снова автоатака, ультимейт, если не добили, снова автоатака и снова прыжок. А вот и комбинация для нападений и засады. Сначала используем ульту, затем автоатаку. Если не получается, то прыжок с первого скилла, автоатаку. Только в этот раз Кимми использовал слеймшот, поэтому у Алукарда особо ничего не вышло. С другой стороны, пока оба стрелка были отвлечены на Алукарда, синяя тема забрала танков. А так как бессмертие встало у Алукарда на кулдаун, он заменил его крыльями королевы. Но тут у Алукарда, конечно, все скиллы были на кулдауне, плюс Эритель врубил антифиз. С другой стороны, двух стрелков разменяли на одного Алукарда. И теперь можно забрать Лорда. Кстати, вот как он пролетал на камере в замедленной съемке. Но без Алукарда Лорда все-таки забрать не получилось. Ланселот снова подходит все к тому же синему бафу. Синий баф забрала фарша, а враги оказались зажатыми. Я думаю, и Эрителя Алукард там точно увидеть не ожидал. По итогу закончили игру, пока Лукард был на базе. По статистике 15.6.9 MVP, 28 нанесенного урона и 30 принятого. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok